Как вообще избежать такой ситуации, чтобы дети выпадали из окон? Даже в психбольницах ставят. Москитная сетка не дает гарантии, что она выдержит. В принципе, устанавливается замок не так уж и трудно. Если ребенок, например, 10 лет, то данный замок спасет все равно, чтобы он окно не открыл. Там тоже великовозрастные дети. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители, подписчики канала Ленремонт. Конечно же, наши клиенты. Сегодня мы проводим эфир специально для наших милых дам. Особенно среди тех женщин, у которых есть маленькие дети. Сейчас приходит теплое время, погода становится все лучше. Все чаще мы открываем окна и очень большая проблема появляется. Сейчас участились случаи, когда дети выпадают из окон. Каждый год это происходит. И этот год не становится исключением. Поэтому сегодня мы проводим эфир с нашим экспертом в компании Ленремонт. Самым главным экспертом по окнам, который знает все про окна. И в том числе про детские замки. Давайте разберемся, Александр. В 2024 году что вы порекомендуете? Какие детские замки сейчас самые актуальны? Как вообще избежать такой ситуации, чтобы дети выпадали из окон? Приветствую, Павел. Приветствую, дорогие зрители. Да, тема эта вполне актуальна. Чего уж тут скрывать. У меня у самого родственницы маленький ребенок упал из окна. Выпал, грубо говоря. Оперся просто на москитную сетку и вместе с москитной сеткой вылетел. А вот это популярно. Популярная еще проблема, что именно на москитной сетке. Для чего я хочу отметить, что любая москитная сетка не является защитой от детей. То есть не забывайте, что москитная сетка большой груз не держит. Соответственно, есть в компаниях специально сделанные детские замки, которые устанавливаются на окно. И не дают окну открыться в положении, в поворот. То есть оно открывается только в откид. То есть вот в такое положение нам окно уже не открыть. Потому что здесь будет стоять детский замок. А открывается она у нас только в откид на проветривание. Замки присутствуют, допустим, вот такие. Такие. И такие. А в чем это три замка получается? Нет, почему три? На самом деле их очень много, видов замков. Покажем, расскажем все о них. Но смысл в них заключается весь тот. Чтобы окно не открывалось в поворот. Чтобы мы не могли открыть целиком полностью проем. А могли открыть окно только на откид. То есть только на проветривание. То есть смотрите, проблема заключается в том, что ребенок получается открывает окно. Да. И либо он просто может выпасть туда. Либо он начинает облокачиваться на москитную сетку. Да, да, да. То есть и ни одна москитная сетка не дает гарантии, что она выдержит. Нет. Нет, к сожалению. Мы такого дать не можем. Во-первых, и это не сертифицировано. На этом не проводились испытания. То есть это, как правило, не предусмотрено вообще. То есть сетка защищает только от комаров. Максимум. Есть у нас антикошки, да, у которых чуть поплотнее полотно. Ну и те рассчитаны для животных до 7 килограмм. То есть, соответственно, ребенок 7 килограмм никак весить не может. То есть дети все равно уже идут как-то покрупнее. Имеются замки разные. То есть они чаще всего идут с ключом, соответственно. Да, устанавливаются они чаще всего, конечно. Ну и мы рекомендуем клиентам устанавливать замки вот на это место. Допустим, вот у вас с этой стороны стоит петля на окне. С этой стороны устанавливается детский замок. Закрывается он на ключ. И в этом случае ребенок в какую бы сторону не крутил ручку, открыть створку он не сможет. Только сможет ее открыть в откид. Есть еще другие замки, да, на крайняк, как вариант. Есть еще ручка с замком, да. Но ручка с замком в этом случае фиксирует у вас окно вообще полностью. Допустим, если вы его закрыли, ключ повернули, все, у вас окно больше не открывается. То есть ручка не шевелится. Все, ручку повернули в откид, тоже замочек повернули. Все, ручка у вас стоит в таком положении, не шевелится. Третий вариант есть на цепочках. То есть на цепочках, на металлических тросиках. Чуть-чуть, получается, открывается. Да, да, то, что она открывается, потому что есть некоторые окна, на которых не предусмотрена функция откида. Вот, то есть она открывается чисто только в поворот. И, соответственно, вам не подойдет этот замок, который устанавливается здесь снизу, и не подойдет замок, который стоит у нас на ручке, да. Но вам отлично подойдет, допустим, замок. Это как вот цепочка, допустим, как на входных дверях стоят цепочки, знаете. Так открываешь. Вот есть они такие же, то есть видов есть многих, когда у вас поворот открывается и ограничение открывания стоит. Либо это цепочка, либо это металлический тросик, либо это еще какое-то, допустим, там ножничное соединение металлических частей. Допустим, тоже такие есть, вот они как раз называются ножницы и ограничители открывания. Ставятся такие. В этом случае тоже ребенок, если поворачивает, открывает створку, он ее, допустим, открывает только вот на такое расстояние. Он сможет открыть и все, то есть в это расстояние он пролезть уже не сможет. А нет ли такого, что он как бы сможет отсоединить вот этот металлический тросик и полностью открыть окно? Ну, они тоже на ключах. А, тоже там блокируются? Да, да, да. То есть они есть разные, они есть на ключах. То есть открыть его тоже самостоятельно будет довольно-таки тяжело. А сколько по стоимости стоят такие вообще замки сейчас? Замки-то вроде бы и не очень дорого стоят, да, допустим, где-то порядка до 500 рублей. Ну, опять же, скажем, что все зависит от производителя и от качества. Сейчас очень трудно сказать, допустим, европейские производители замков, да, понятное дело, что цена намного вырастет и растет. Поэтому лучше без цен. Но если мы рассмотрим именно разницу отношения вот этих, вы сказали, три вида замков, они примерно одинаковые стоят? Примерно одинаковые они в цене. То есть в ценовом диапазоне они примерно одинаковые. То есть идет разница по цене уже от качества материала и непосредственно от производителя, что чаще всего взаимосвязано. То есть чем лучше производитель, тем лучше они используют качество материала. Человек сам может установить или, соответственно, нужно обратиться к специалистам? Ну, в принципе, устанавливается замок не так уж и трудно. Но нужно иметь руки. То есть если это будет делать женщина, то, конечно, лучше вызовите специалиста. И ручку тоже, да? Да, потому что если вдруг у вас створка в провисшем состоянии, да, или, допустим, наоборот, она у вас... Что такое провисшее состояние? Когда створка начинает где-то цеплять. Допустим, если вы открываете окно и закрываете его, оно не должно цеплять абсолютно ничего нигде. Если оно где-то что-то цепляет, это значит уже непорядок со створкой. Это уже идет перекос створки, она требует регулировки. Так вот, перед тем, как устанавливать детский замок, нужно отрегулировать створку. Потому что если она будет в провисе к вам, потом придет мастер ее отрегулировать, замок, возможно, не будет работать, не будет цеплять, да? И также наоборот, если, допустим, створка провиснет, да, она не будет закрываться, будет замок опять же мешать. То есть лучше всего вначале отрегулировать окно, а потом уже ставить непосредственно детский замок. Вот, ну а для этого, конечно, лучше вызвать специалиста. Ну, то есть, получается, а вызов специалиста, он платный, бесплатный? Что вот, что придется, вот специалист придет и все, посмотрит и предложит какие-то варианты? Ну, вызов специалиста у нас бесплатный. То есть, в любом случае, к вам приедет наш специалист, абсолютно бесплатно, проведет диагностику, ответит на все вас интересующие вопросы, ну и, соответственно, даст вам подробнейшую консультацию. Подскажет, какой замок лучше в данном случае. Да, 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 ну а там уже все зависит от вас. Можете сами приобрести замок и вызвать нашего мастера, чтобы он установил и отрегулировал створку, да? Либо можете заказать все нашему мастеру, он все приобретет, все сделает. И сразу все, так сказать, поставить замки, все, отрегулировать окно и все сделать. Да, да, ну если по телефону, допустим, мастера предупредить, он может приехать уже сразу же с детским замком. Вызываете нашего мастера, говорите, какое у вас обязательно стоит окно, пластиковое, деревянное или алюминиевое, вот, и говорите, что нужен детский замок. Почему надо говорить, какое окно? Потому что замки бывают чаще всего невзаимозаменяемы. То есть бывает тот замок, который можно поставить на пластиковое окно, невозможно, допустим, установить на деревянное окно. То есть об этом надо мастера сразу же предупредить о том, какое у вас именно стоит окно и какого оно года производства. То есть если это окна, допустим, идут какие-то геоповские, царские, да, то на них мы вообще не рекомендуем ни чего-либо устанавливать. А что делать тогда? У них есть форточки. А? То есть пользуйтесь сверху форточками, пользуйтесь сверху фрамугами. Чаще всего царские окна, да, это Т-образные окна. Допустим, у них стоят две створки и сверху фрамуга. Чаще всего эти фрамуги проветриваются, чаще всего на них есть форточки, в которые дети не смогут выползать. То есть эти окна сами по себе уже в старине тоже люди думали о том, чтобы из окон не выпадали люди, да, дети, вернее. Вот, и поэтому делали форточки, а не то, что сейчас, как у нас делают окна, одна открывается, только створка на целиком, все, и все. Ну вот по вашему как бы рекомендациям, то, что вы вот может быть ездили, уже делали там большое количество детских замков, а на какой возраст вообще детей рассчитывать? То есть, ну, если от скольки до скольки? Ну, как ребенок начал ходить и ползать по стульям до того момента, как он начал соображать. Я бы примерно так бы это отнес. Допустим, ну, начиная, во сколько ребенок начинает ходить? В 2-3 года, да? Ну, с 2-3 лет до школьного возраста, я думаю, даже по начальной классе нужно беспокоиться об этом. То есть, если ребенок, например, 10 лет, то данный замок спасет все равно, чтобы он окно не открыл? Замки, я вам могу сказать, даже в психбольницах ставят. Допустим, я вот был в психбольницах, да, ну, там тоже великовозрастные дети, понимаете, и от них тоже защищаются. А это вы там были для того, чтобы тоже... Да, 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 мы устанавливали там как раз замки детские вот в психбольнице, как назвать-то психбольнице, психиатрической лечебнице, мы устанавливали детские замки вот именно поэтому. То есть, там наш главврач вызвал и вот именно сказал, чтобы установить всем детские замки. То есть, выдерживает даже взрослых людей как бы? Да, 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 то есть, она не дает створке открыться. Только мы ставили там, конечно, более жесткие замки, которые не могли открыть, и прокручивание, обармирование, чтобы не могли вырвать они с металлическими тросами. Это вот как раз от тех, которые я разговаривал, которые приоткрываются, с ограничителем стоят. То есть, вот... То есть, даже решетки не надо ставить? Их ставили. Ну, кто как. Бывает, ставят и решетки, конечно. В зависимости от того, где, какая психиатрическая лечебница находится. Вот. Ну, в данном случае мы ставили вот такие замки. То есть, там тоже ставят. Хоть не сказать, что это только именно для детей. То есть, к этому не принимаем. Ну, хорошо. То есть, тогда мы можем обратиться к нашим зрителям. Соответственно, если вы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, да, вы можете позвонить по телефону 344-44-44 и проконсультироваться с экспертом, пригласить и установить детские замки и спасти своих детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова